Всем привет! Кто впервые у меня на канале, меня зовут Катя, я живу в Америке, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как получить американские права легко и просто, что самое главное, быстро и недорого, на собственном примере. Всем, кому интересна эта тема, продолжайте смотреть. Давайте немножко начнем с предыстории. Я сама из России, из города Кемерово. Поэтому получала я свои права российские в далеком 2011 году. Училась я участников, тогда еще это было можно, сейчас я не знаю, как это все обучение происходит. Вы мне расскажите, кстати, в комментариях, если вы недавно учились и сдавали на права в России, будет интересно. В общем, теорию я учила самостоятельно, просто на сайтах онлайн прорешивала все вопросы. На тот момент можно было из 20 вопросов сделать две ошибки. Я сделала, кстати, по-моему, одну. Издала с первого раза. Практику я ездила по городу, училась с инструктором. Тогда не было никаких еще бумажек, там, сколько часов ты отъездил практики. Мы там всего пару раз, наверное, только за все время были на автодроме. Это была горка, змейка и параллельная парковка. Самое сложное, что у меня вызывало трудности, это параллельная парковка. И все остальное время мы ездили по городу. Собственно, вам, наверное, известны перекрестки. То есть, как себя вести за рулем, там, держать постоянно одну и ту же скорость. В общем, у меня проблем никогда с вождением не было. Я, в принципе, отучилась буквально за месяц-полтора. И пошла уже потом сдавать в ГАИ. Сначала теорию, потом затем в автодром и город. Город я сдала только с пятого раза. И по времени это заняло очень много времени, потому что автошколы могли пересдавать каждую неделю, а частникам позволялось только через каждые две недели. Вот. Но, тем не менее, сам процесс обучения от начала, как я только вот в первый день приступила к своей, там, практике, до получения прав на меня заняло где-то месяца три. В общей сложности я тогда заплатила где-то в районе 30 тысяч рублей за всякие госпошлины, медицинские справки, за оплату по часовке инструктору, за каждую пересдачу по тысяче рублей. В общем, сумма достаточно такая немаленькая. Сколько сейчас стоит, интересно? Вроде мои друзья говорили, что вроде что-то в районе 60 тысяч. Так ли это или не так? Напишите в комментариях, если вы в курсе. После России я жила еще также в Европе полтора года, получала итальянские права. Не буду вдаваться в подробности, как это все там происходило, но сам факт в том, что у меня был шесть лет вождения непрерывного стажа в России, год непрерывного стажа в Италии. И когда я уже приехала в Америку, буквально через полгода я получила американские права. Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы планируете жить в Америке, либо какой-то определенный промежуток времени, либо сесть здесь навсегда, то рано или поздно вам понадобится машина, соответственно, права. Первый, самый главный пункт. Вам нужно определиться, в каком штате Америки вы планируете жить, потому что от этого будет зависеть, на каком языке вы будете сдавать экзамен, как он будет проходить, какие документы нужны для подачи, и все в таком духе, и сколько, соответственно, это будет стоить. Писок всех требований и условий вы можете найти на официальном сайте DMV, ссылку оставлю в описании. DMV расшифровывается как Department of Motor Vehicles, это департамент транспортных средств, это государственные учреждения по типу нашего ГАИ. Кстати, интересное замечание. В России мы получаем удостоверение классом B, а в Америке это класс D, так что не перепутайте и читайте внимательно все условия. С таким удостоверением вы можете водить легковые автомобили, фургоны, пикапы. Какие документы нужны для получения прав? Все, что я сейчас буду рассказывать, я буду рассказывать про штат Теннесси, где, собственно, я получала права, сдавала экзамены, где я живу. Сейчас я назову 4 основных документа, которые требуются в штате Теннесси. Напоминаю, что в других штатах требования могут отличаться. Пожалуйста, смотрите на официальном сайте DMV, проверяйте всю информацию, либо же звоните и узнавайте, что конкретно требуются, какие документы для вас. Первый документ, который необходим, это подтверждение гражданства США, например, паспорт гражданина Америки, либо же законный статус проживания на территории США, это может быть грин-карта, либо же какая-то виза учебная, либо рабочая. Второй важный документ, это Social Security Number, это номер социального страхования по типу нашего российского номера пенсионного страхования. Третий документ, это любое удостоверение личности ID, и четвертый, последний, должно быть два документа, каких-то подтверждающих ваше проживание на территории этого штата, где вы собираетесь сдавать экзамены, получать права. Например, это могут быть какие-то счета за электричество, договор на аренду на жилье и прочее. Этапы получения водительских прав в Америке. Первый этап, это проверка зрения. Вам не нужно ходить ни в какие медицинские учреждения, платить за это, получать справки. Все делается на месте в DMV, когда вы приносите документы и готовы сдавать теоретический экзамен. Собственно, второй этап, это сдача теоретического теста, теоретический экзамен. Третий этап, это город, практика. Как я готовилась к теоретическому экзамену? Во-первых, в самом DMV можно взять бесплатно вот такую вот книжку. Здесь прям крупными буквами написано «штат Теннесси». В каждом штате правила немножечко могут отличаться, поэтому очень это важно, именно учить те правила дорожного движения, там, где вы собираетесь сдавать экзамен, теоретический и практический. Надо признаться честно, что я эту книжку немного только пролистала, потому что эта книжка есть в электронной версии, это гораздо удобнее. Так как английский у меня на уровне intermediate, я далеко не все понимаю, тем более еще и специфика такая, слов довольно сложные в электронном варианте, потому что можно что-то скопировать и в переводчике перевести. Кстати, в Теннесси можно сдать на четырех разных языках вождение и теорию. Это английский, испанский, корейский и японский. В Калифорнии, например, можно сдать аж на 33 языках, в том числе и на русском. В Нью-Йорке тоже можно сдать на русском, там, по-моему, 15 языков. В некоторых штатах можно сдать исключительно только на английском. Но я считаю так, что если ты планируешь жить в Америке или уже живешь и сдаешь правила и теорию, американские правила дорожного движения, то, конечно же, лучше сдавать на английском. Да, есть в этом свои сложности, но поверьте на моем примере, человек, у которого уровень английского intermediate, что все возможно, и я сдала что теорию, что практику с первого раза. Теоретический экзамен я сдала с первого раза. В Теннесси количество вопросов 30, из которых можно допустить 6 ошибок. 6, Карл. Это очень, по моему мнению, много. Я допустила 3 ошибки, но это в основном из-за незнания каких-то слов и недопонимания вопроса. После того, как ты сдал экзамен на компьютере, ты выходишь, подходишь к стойке, к человеку, и он выдает тебе временное удостоверение. В разных штатах оно выдается на разный срок. Мне в штате Теннесси выдали на 1 год, и с этим удостоверением я могла уже ездить за рулем, но в присутствии человека, у которого есть удостоверение, и у кого стаж более 2 лет. Но это опять же более 2 лет в Теннесси. То есть я ездила за рулем, рядом сидел мой муж, и таким образом я набиралась практики, старалась почувствовать себя уверенно на американских дорогах, и после этого мы уже пошли снова в DMV, записались на определенное там число, время, приехали к этому времени, и я сдавала уже практически экзамен с инструктором. На сдачу города, на практический экзамен мы приехали вместе с моим мужем, на нашей машине я сдавала. Да, это одно из главных условий, и такая вот особенность, что никто тебе не предоставляет какую-то специальную оборудованную машину, всего лишь что нужен. Нужно это человек, который будет с тобой присутствовать, когда ты приехал в ГАИ, в DMV, то есть нужна страховка на эту машину и номер регистрации. Перед сдачей практического экзамена инструктор проверяет твои знания автомобиля, просят включить дворники, дальний и ближний свет, нажать на педаль стопа, как ты ориентируешься в салоне, как работает там кондиционер, переключатель, и все в таком духе. Я в самом начале вообще затупила, напоминаю, что мой уровень английского intermediate, и я далеко не всех всегда понимаю, особенно сложно понимать мужчин, и я сидела в машине, он мне говорит, опусти стекло, а я не понимаю, что он от меня хочет. И он мне такой говорит, так, либо ты сейчас соберешься, начинаешь понимать меня и делать все как надо, либо ты сейчас едешь домой, учишь английский, и потом возвращаешься на пересдачу. Напоминаю, самое главное, что в машине никто не находится, кроме тебя и инструктора. важно знать хотя бы какой-то элементарный уровень английского должен быть. И я такая, нет, 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 все, я собралась сейчас, да, давайте я, потому что я понимаю, я не хочу через время снова возвращаться, все это пересдавать, как бы я знаю все правила дорожного движения, я готова, только, пожалуйста, возьмите, примите у меня. В общем, да, мы поехали по окрестностям, буквально минут 15-20 мы поездили, никакие, причем это не были длинные, такие широкие, да, на дороге с бешеным движением, буквально там двухполосные, чтобы просто инструктор посмотрел, как ты себя там ведешь за рулем, как ты держишься, обращаешь на знаки внимание, уступаешь дорогу другим автомобилям, у которых есть приоритет. И на самом деле надо отметить, что это было супер-изи, по сравнению с тем, как я сдавала город пять раз в России. Мое мнение, что в Америке права получить просто проще некуда. Это большой плюс для людей, у которых уже есть права, там, из других стран, у которых есть стаж в вождении, но это не есть хорошо, я считаю, для новичков и для подростков особенно. Как вы знаете, в Америке можно получить права с 16 лет. И когда я сдавала теоретический экзамен, уже повторно сдавали на листочке, а не на компьютере, два подростка. И, на мой взгляд, это что, если ты американец, ты хорошо знаешь английский, почему просто не прочитать книжку, не выучить правила дорожного движения, и не прийти сдать просто с первого раза. Для меня это непонятно. О чем тогда говорить о практическом экзамене? Когда вы ездите с инструктором, все ваши маневры инструктор отмечает в банке. Если у вас от одной до шести ошибок, то это означает, что вы сдали экзамен и получаете ваши заветные водительские права. Итак, сколько же стоят американские права? Сами права сроком на 8 лет стоят 28 долларов, а ученические права 5,5 доллара. То есть, этого 33,5 доллара мне обошлись мои ученические основные права. И в общей сложности я сдала где-то за 2 недели. Правда, на самом деле, срок был больше от момента, когда я сдала теоретический экзамен и практический, потому что муж натаскивал меня, хотел, чтобы я была максимально уверена, чувствовала себя за рулем, потому что все-таки американские правила дорожного движения отличаются сильно от европейских и российских. Если вам интересны особенности вождения в Америке, отличия правил дорожного движения от российских и европейских, пишите в комментариях, ставьте лайк на это видео, если вам оно понравилось и было информативным и полезным, познавательным, если хорошо со мной провели время. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова